Добрый вечер. Всех приветствую на открытом вебинаре. Основная тема сегодня будут индикатор BWP и новый модуль Range Bar Chart и его применение. Точно такой же момент и с BWP, то есть как их применять, как их использовать, настраивать. Так, начнем с предстоящих вебинаров, которые будут буквально вот-вот-вот. Давайте я их лучше покажу. Так, 31 числа курс по дельте. То есть все касаемо bid, ask, объема, дельты, потока ликвидности. Здесь все расписано, даже есть вступительная лекция. Рассчитывать потенциально вероятный сценарий. Это очень важно, потому что этому не учат почему-то в дилинг-центрах, в форекс-компаниях. Вот. Как открыть максимально точную позицию? То есть непосредственно сама дельта, объем, маркировка объема по bid, по ask, дает возможность открывать сделки там, где действительно, к примеру, если вы открываете покупку, преобладает спрос. То есть агрессивно работают байеры. Либо же, наоборот, это вас остановит не заключать сделку, которая может привести к убытку. Потому что вы увидите, что на покупку совершенно нет потока ордеров, нет ликвидности на покупку. Как это все читать, использовать с помощью платформы Wallfix? Ну, все занятия, конечно же, будут на платформе Wallfix. И на время обучения у вас будет доступ к платформе, он включен в стоимость, работает со стаканом. То есть, ну, вы видели пока в заставке был включен активный стакан по S&P, по евро. Вот, то есть, как это считывать, какие бывают нюансы. Стакан очень нехорошо помогает как раз во время, когда нужно нажать спусковой крючок. Когда именно это нужно делать и нужно ли вообще. То есть, иногда бывает, он помогает, наоборот, не открыть сделку. К примеру, вот здесь, да. Купить или не купить. Вот пора или не пора. И анализируя стакан, можно определить, есть уже, в принципе, агрессивный байер или нет. Есть ли поток ликвидности по направлению. Какие вообще проходят объемы. Вот обратите внимание, как заливают беды в основном. Видите, начинаем на 99, 55, 27. А по бедам все больше 400. Видите, то есть, ну, байеров еще пока нет. Пакетно пока они не заходят. Как, конечно, заходить мы сразу это заметим. Вот, ликвидность разбросана и чуть-чуть снизилась. Причем, уже, видите, по лимиткам по 500, по 400 контрактов по ценам стоит. В активную часть вырастает даже до штуки-полторы ликвидность по всем фактически ценам, когда большой, очень активный рынок. Сейчас немножко, ну, в принципе, уже 11, это ланч, они все побежали из Уолл-Срит в Макдональдс, наверное. У них почему-то после 11 сразу падает ликвидность. В принципе, почему бы нет. Поработали до 11 и хвастить. Так, это курс по дельте. В принципе, желательно, конечно, чтобы у потенциальных студентов уже были знания об объемном анализе. То есть, мы практически не будем тратить время на основы. Сразу приступим к делу. Здесь порядка 5 лекций и 3 практических занятия. То есть, рынок онлайн, скайп-чат и email-суппорта. Так, добрый вечер. Хорошо, что вы зашли. Так, сейчас еще про второй курс и небольшой тоже. В начале апреля будет проводиться уже не экспериментальный, но уже еще новый курс торговой стратегии. Разработка высокоэффективной торговой стратегии. Исследование, разработка, практикум. Фактически весь курс будет состоять из того, что под каждого трейдера будет разрабатываться торговая стратегия. Пошагово, поэтапно. Исследование рынка. Потом поиск моделей. Разработка возможных точек входа, периодов, контрольных точек и уровней. То есть, и отработка, естественно, на реальном рынке. Вот, то есть, от скальпинга до позиционной, но в основном, первый раз он проводился в июне. Экспериментальный был, я очень так даже переживал как-то. Вот, ну, в принципе, он прошел достаточно успешно и большинство студентов интродэй разрабатывали стратегию. То есть, открытие позиций каждый день, минимум, там, одна-две сделки, так точно, в день. Можно работать и скальпинг, то есть, много сделок. Ну, я всегда рекомендую осторожней. Не на всех инструментах это есть хорошо. Вот. То есть, ну, на самом деле там очень много знаний и на уровне профкурса фактически. То есть, вы с первого дня по завершению курса формируете торговую стратегию либо с нуля, либо дорабатываете уже свою. То есть, вам нужны какие-то триггеры, у вас есть какие-то нестыковки. То есть, просматривается на истории точки входа, риски, ну, сопровождение позиций. То есть, ну, полный комплект, причем это будет даже вот профкурс, который сейчас идет и вот этот курс высокоэффективная торговая стратегия. Все, кто будут проходить эти курсы, потом будут допускаться до участия в, как бы, управлению торговыми деньгами. Значит, уже появился второй инвестор, который, в принципе, заинтересовался проектом Public Traders. Вы уже не знакомы с этими возможностями. То есть, есть список трейдеров, абсолютно прозрачный рейтинг. Сделки отображаются так, как они есть, и можно дублировать сделки любого трейдера, либо же группы трейдеров, либо трейдеров из разных инструментов, там, РИ, РТС. То есть, фактически формируется такой некий коллектив управляющих средствами. Поэтому деньги на кону вроде как бы большие. Вот, ссылки... Где-то я их не помню, где их... Ссылки, кому будет интересно, кто действительно заинтересовался управлением, то просто напишите в Skype, и вам помогут и ссылки скинуть, и... там, условия, потому что, если вы не знаете объемный анализ, то... с помощью Wallfix трейдеров с рейтингом вам сложновато будет. Поэтому, обязательно проконсультируйтесь перед тем, как участвовать. Вот. Ну и все, кто в записи будут смотреть студенты профкурсов, которые уже были, обязательно напишите. Я буду рекомендовать вас, особенно если у вас были хорошие результаты. Вот. То есть, в принципе, трейдер может работать даже на виртуальном счету, и его будут дублироваться, и там уже применять премиальные по условиям. Коба спрашивает про подклининг. Это не посредственно компании Wallfix. То есть, ну, инвесторы в любом случае мониторят трейдеров. Некоторых забирают у... У нас были неоднократно трейдеров, приглашают торговать в инвест-компанию. Вот. Просто это уже так достаточно открыто. Кому интересно, пишите на почту или в скайп. Вам все расскажут, покажут. Я где-то ссылку забыл. Где-то я ее делал. Сейчас, может, быстренько на нее. Нет, попозже. Сейчас не получится ее найти. Так. Ну, про виртуальный фонд, виртуальную инвест-компанию пока еще рано говорить. Но хочу еще раз напомнить тем, кто, например, об этом еще не сильно... не очень знаком. Потом есть такой вот модуль у нас. After Fall Desk. То есть, вот, к примеру, выбираете XRTS с начала контракта. Так. Четвертое плечо. И рейтинг трейдеров, которые торгуют им непосредственно только на RTS. Вот сделки отображаются. Здесь такая краткая статистика по каждому трейдеру. Ну, и первый у нас Max. Потом Dwin. Серийность. Сколько сделок открыто, сколько в плюс, сколько в минус. Общий пенель. Вот. Ну, детально уже можно при выборе report изучить и просадки, и стабильность, и все остальные нюансы. Вот. То есть, и кнопочка слева в углу Connect. То есть, вы можете получать уведомление о том, когда, например, Max откроет, вернее, не откроет, а даже закроет свою покупку. Кому интересно, можно прямо на трейдера кликать, и отображается график с его сделками. То есть, вот покупка его была открыта достаточно так хорошо. Вот он и фиксирует постепенно. Видите, работает совестно, ведь стоит без убыток. Обычно забывает ставить без убытки, и позиция болтается. Это не серьезно. Видите, особо не рискует. Ну, в принципе, достаточно качественные сделки, я вам хочу сказать. Работает хорошо, аккуратно, не спешит. Ну, это всего лишь две недели, но все равно. История хранится за достаточно длительное время позиций. Вот, ну и, в общем, welcome. Welcome to community. Так, про курсы я вам сказал. Приступаем к VWP. В общем, в любом случае, будет еще анонсы по инвесторам. Первый был Zest Capital, наш и участник рейтинга. Он тоже собирает трейдеров в команду. Есть он сейчас, нет. Вот, и вот, Александр еще у нас второй инвестор, который интересуется вот как раз AutoFollow Desk. Это очень перспективно, потому что нет вот этих всех бумажных процессов. Вы себе торгуете, тот копирует ваши сделки, и вы получаете премиальные. Все просто. Даже можете торговать на виртуальном счету без особых инвестиций. Так, ну, начнем с VWP. В принципе, индикатор не инновация. Он был разработан еще, так сказать, в начале такого активного развития интернет-трейдинга. И его отличие от мувинга, потому что его часто с мувингом путают. В его формуле просчета средневзвешенной справедливой цены есть параметры объема. Вот, и как раз здесь более так точно показывают... Вот, VWP идет кеморажным цветом. Можно, в принципе, еще толще сделать. То есть, это средневзвешенная цена. И очень активно раньше пользовались фонды. Фонды инвесткомпании для координации трейдеров, разбития как бы на диапазоны, где уже можно покупать, где можно продавать. То есть, они старались покупать ниже индикатора VWP. То есть, к примеру, цена уходила по активам вот в таком ключе. И так как это средневзвешенная цена, то рынок пытается тянуться к этому уровню. То есть, это как бы баланс на рынке. Цена пытается постоянно прийти к балансу. Поэтому они затаривали покупки ниже VWP и также работали на шорт выше. Вот, мы видим точки. И рынок тянется вот к этой средневзвешенной цене. Сейчас посмотрю параметр здесь. Три, шесть, отличный. Ну, как бы не объем, там и цена учитывается, и не всегда. Вот видите, смотрите, например. Максимальный объем прошел вот. А индикатор находится здесь. То есть, это не максимальный объем. И средневзвешенный объем, ну, может быть. Но здесь учитывается цена обязательно. Значит, я лично рекомендую трейдерам применять VWP хотя бы даже как координатор. Он очень быстрый, простой и эффективный координатор. Почему-то вот когда на профкурсах первые там занятия трейдеры на практике совершают не очень хорошие сделки, самый распространенный момент, почему именно эти сделки происходят такие. Это, например, продажа на самом минимуме дня, либо же там покупка на максимуме недели. Так как либо мало мониторов, либо наоборот, трейдеры очень сильно и точечно концентрируются на одной ситуации там с дельтой, либо же на анализ маркет профайла и совсем забывают про ориентир, где находится собственно цена сейчас. Вот мы вроде смотрим, это минимум дня, да, но относительно всего контракта, где эта точка находится, относительно всей недели. Давайте возьмем классер профайл. И посмотрев на индикатор, давайте возьмем 5 минут сегодняшнюю. Очень распространенная ситуация. Вот сейчас покажу и сразу вспомните, что у вас тоже, наверное, такое было не раз. Это индекс RTS. Давайте чуть-чуть просклеил, сделаю так. И мы берем... Вот. То есть, к примеру, вам нужно уже открыть позицию, вы максимально вглядываетесь там в стакан, в объем, обидаск. И вот через минут 10-15 вполне можете немножко забыть, где находится собственно эта цена, относительно даже сессий. Особенно если очень тяжелые торги, там в районе среды, четверга, либо же там фонка выходит совсем скоро, когда качели только раскачивается волатильность. То есть, внимание может достаточно быстро потерять, как бы, относительно ключевых точек, где находится сейчас текущая цена. И EWP сразу будет раскоординировать. То есть, среднеузвешенная цена и вот эти... Тут неправильно стоять. Первые уровни и вторые уровни отклонения. Ну, в принципе, параметр можно и до 10 ставить, но более-менее такой рабочий до 3,6. То есть, вот среднеузвешенная, первая линия, вторая. Ну, здесь уже сильно перепроданный маркет. И до второй линии сильно перекуплен. То есть, вот здесь покупать уже нежелательно. Здесь нужно присмотреться к тому, а может быть, зашертить пора. Вот, то есть, к примеру, вот сегодня даже в 11, ну, даже не в 11, а в 11, то в 11,40. Дошли до второй, до второго уровня отклонения. То есть, ну, куда там покупать. И так, рынок уже целый час был на покупках. И, ну, как минимум точно, либо в кэше просидеть, если вы не в покупке. Но с этой точки заходить не очень выгодно. Потому что, как минимум, коррекция, а там уже, может быть, и дальше снижение. Поэтому нужно будет... Сразу посмотрели, видите, где находитесь относительно. Даже вот эти уровни отклонения, они очень похожи на линии Боллинджера или канала Боллинджера. Вот, то есть, обратили внимание на то, как индикатор со временем, ну, как бы так, грубее. Видите, в начале сессии он достаточно такой гибкий. Затем он, то есть, уже не так сильно реагирует на такие колебания, на такие объемы. Это единственный его минус, его формула, что там есть параметр объема, он суммируется. То есть, в начале сессии, практически, тогда он еще гибкий. То Толу не такой большой. И к завершению сессии общий объем, он суммируется, суммируется. И из-за этого DWP становится более такой черстый. Вот, но даже в этом случае вы быстро можете скальнироваться, особенно, если вы скальпер. Вот, особенно, если вы открываете много позиций внутри сессии. Где вы находитесь? В перепроданной зоне, в перекупленной зоне. То есть, давайте к ним есть сессии, наверное, включим, ну, к примеру, понедельник. Рекомендую использовать его чисто интродэй. Его можно использовать, в принципе, по параметрам. и week, и month. То есть, к примеру, если у вас такой достаточно среднесрочный, либо же позиционный подход. Давайте возьмем там с октября. И поставим месяц. Сейчас мы подгрузим данные. Тактики относительно DWP. Есть, ну, контур интродэй. То есть, максимум, минимум. Работать с этими точками. Единственное, надо по фильтрам объема и корректировки относительно недели и контракта, где находится эта точка. Ну, вот уже подгрузился. Видите, здесь, ну, его эффективность. Чем больше интервал, тем он менее эффективен. И, на самом деле, вот, все, что я изучал в нем, в фондах его применяли чисто интродэй. И он разрабатывался непосредственно для этого, для этих целей. Вот. Сейчас он ими уже не применяется. Ну, только как координатор. Потому что начали уже другие фонды просчитывать контрстратегии против тех, кто открывается по DWP. Потому что это легко просчитать и у всех одна и та же кривая. Поэтому перешли на, наверное, другие, более сложные информации. Так. Начало контракта возьмем. И вот так это все выглядит. То есть, вот, мы даже не дошли до второго уровня отклонения. Но среднеизвешенная цена у нас в районе 83600. То есть, коррекция до этого уровня вполне реальность. И также еще учитывается DWP как линия экватора. То есть, если рынок выше линии пытается находиться, то здесь активность покупателя преимущественно. Когда рынок уходит ниже экватора. То есть, был какой-то тренд восходящий. Ну, в принципе, даже можно сейчас по прошлому контракту посмотреть. Видите. Так. То есть, если интродэй уже ушел в маркет под DWP, то с покупками проблем. Так. Вот. Начало контракта. Смотрите. Вот. Четыре подряд очень объемные сессии. Здесь больше не его наоборот. И вот DWP находится постоянно ниже рынка. То есть, это все активность байеров. Пришли на DWP. И тут началась беда. Вот. Второй заход. Толкают кульшую цену. И у нас, опять же, рынок постоянно находится выше DWP. То есть, это признак байера. Еще активность есть. И это стоит учитывать. Но, опять же, на больших интервалах его эффективность снижается и очень-очень быстрым темпом. Рекомендую использовать его интродэй и то. Использовать там в течение часа-двух и обновлять данные. То есть, скидывать счетчик объема. Потому что видите, как он здесь адаптируется под разное движение рынка. Потом просто идут линии. Поэтому вот здесь уже все. Относительно текущего контракта мы ввесим на первом уровне отклонения. Но DWP у нас как раз ниже рынка. Поэтому еще есть шансы. Значит, если будет резкий рывок с сессия 2 до второго уровня 90, рынок будет уже достаточно перекуплен. И там уже покупать точно нельзя. А вот подыскать точки на покупку – это желательно. Вот, к примеру, смотрите. 19 вячеслав после фонки. Смотрите, насколько сильно вышли за второй уровень. И понятно, что здесь не открывается позиция на ночь после такого события. И на следующий день вот первые объемы, которые зашли, сразу же вернули на первый уровень, а там до конца сессии и до DWP. То есть такая сила. Рынок пытается тянуться к среднеизвешенной цене. Далее. На следующую сессию 20.03. Размещаются объемы в первую половину где-то до обеда. И не пошли пробивать DWP ниже. То есть чтобы подтвердило наличие селлера и вполне первые импульсы уже такого нисходящего тренда. Закрыли на максимуме дня. Ну и, как видите, даже уже 25-е ни разу не вернулись к DWP. Ну, что все впереди. Так, теперь на intro day вернемся. Идут еще пару моментов. Ну, может возникнуть такая достаточно идея, что он неэффективный. Но, поверьте, он очень будет хорошо помогать. Значит, смотрите, сменили активность где-то в районе уже часа. и ушли на второй уровень отклонения. Здесь идут крупные объемы. Видите, только пришли, только, только, только. Сбросить это означает, вот видите, time 0.00. Если вы поставите, к примеру, 0.00, то уже DWP будет просчитываться, ну, собственно, как и отображался график, непосредственно с этого времени. Ну, давайте я вам покажу на SMP, что ли. Вот, сейчас 1 из 32, да? То есть, ну, мы просто висим на втором уровне отклонения и фактически наблюдаем такие четыре прямые линии. То есть, вот здесь вот уже зашел еще второй шелон объема и полностью уже стал он без реакции. Поэтому, примерно за десяти давайте поставим сейчас время и, то есть, он начинает отчет свой уже с этой точки. Видите, здесь, на самом деле, он уже на первом уровне отклонения. Потому что мы сбросили данные и он начитывает сейчас 10.00. То есть, вот этот самый активный период с 8.30 по 10, к примеру, мы проторговали, да? И уходим на ланч. То есть, сработаем уже на таком обычном среднестатистическом уровне ликвидности. Вот, то есть, фактически, к примеру, если вы даже заходили в покупку с этих цен и S&P не в силах будет пробить уровень WP, то надо сразу переводить без убыток или даже вообще сбросить часть объема. Потому что неспособность байеров толкнуть выше среднеизвешенного цену говорит уже о многом. Вот так вот. К примеру, по золоту. Здесь вот спросили про настройки. Ну, такие достаточно универсальные. Это 3, минус 3, 6, минус 6. Далее ставим настройки D. Это если для интро D использования. Также есть режим How. То есть, час. Давайте продемонстрирую. Каждый час обнуляется формула и просчитывается индикатор WP. в том плане, что график полностью зарисован этими линиями. Можно также убрать эти отклонения. Но они как раз и нужны, потому что фактически ваша тактика с ним будет построена на определении уровня отклонения, когда рынок перепродан, либо же перекуплен, если вы работаете контртрендово. И точно также по тренду, когда рынок возвращается к WP, там нужно мониторить активность поддержки. К примеру, смотрите. У нас формация. Байеры толкнули цену до второго уровня. И возврат для WP. То есть, де-факто вы здесь входите как бы по тренду. Вот здесь, если вы входите, тут, понятное дело, контр. То есть, вы против динамики. Но здесь уже вход, собственно, по тренду. И как раз всегда был WP. Второй раз такой был. Вот. Они снова вернулись к WP. Ответили сразу же объемчиком. И потом еще поддерживали спрос. Потому что, если тут сразу же рухнула бы ликвидность, то мы уже давно по золоту ушли ниже 11.95. Вот так вот. То есть, это А. Очень универсальный помощник. И точки входа определить. И где относительно сессии находимся. Ниже, выше. То есть, как действовать. То есть, ну, просто волшебство. Так. Это WP. Вот. Ну, давайте подытожим. Значит. А. Эффективен на небольших таймфреймах. То есть, не более интродей. А. Ну, его можно применять на WEEK. К примеру. Нужно сделать предварительный анализ. Как я делаю на Wall Street Online. Вот. Просто если мы еще будем там добавлять на обзоре еще и индикатор, то обзор будет идти все 3 часа. Не так уже полтора часа растянулся. Сейчас я поставлю WEEK. То есть, ну, как закрылась неделя. Вот, к примеру, сейчас торгуется EUR. И мы достаточно близко относительно WEEK. Но, вот, если закроется сессия ниже. Ну, хотя бы там 0.9, 0.25, 0.20. То это будет такой большой намек на слабость байеров. В принципе, они уже здесь. Так, откровенно, не пробили объемную точку сопротивления. 10.24, 10.35. Даже до первого отклонения дошли. То есть, их, ну, солеры прессуют. Так что, мы, скорее всего, 1.1 увидим. Вот. Так же, видите, здесь 2 раза был подход. Тут. Здесь подошли. Защищали. Вот. И контртрендовая. Это, конечно же, первый уровень отклонения. И подход ко второму. Второй, это уже действительно сильная перекупленность, либо же перепробленность. Там единственное, важен угол наклона. То есть, к примеру, вот здесь, да, практически там параллельно идет линия. А вот в таких случаях сразу же, ну, не рекомендую заходить на контр-сделку. то есть, достаточно высокий, ну, такой резкий рост. И, вот видите, как тут происходила ситуация. Причем, чем такой резкий по WP, тем, видите, здесь несколько этапов было. как только он начал уже, хотя бы успокаивается, уже более-менее, ситуация отходящая. Вот, смотрите, как объемно встретили первый уровень отклонения 24 числа. Видите, сразу же вспышка. И второй раз еще подошли. Это для тех, кто на Америке торгует. Те, кто проспал Европу, вход на Америке. Также, смотрите, вот здесь, к примеру, допустим, открыли продажу. Дошли до WP. Что, соответственно, нужно сделать? Подумать. Пробьют, не пробьют. То есть, уже есть уровень, с которым вы работаете. То есть, вы не в вакууме торгуете. То есть, пришли, все. Среднеизвешенная цена. Вот это движение вы уже взяли. Ну, там, не полностью фиксировать позицию, но уже идут формации. Например, если вы видите, что защита происходит. То есть, вообще, с кем продажа, открыть покупку. Все очень простые, хорошие и удобные координаты. Так. Range bar chart. Если есть по WP вопросы, напишите сейчас, какая настраиваю range bar chart. Поставим все ответить. Да. Кто, кто идет на курс по дельте, после вебинара напишите в скайп. Вас добавят в группу. И получите первое задание. Ну, кроме Олега Карлоса. Олег, само собой, уже в группе. Так. Ну, вот. Вот он, красавец. Range bar chart. Давайте немножко сделаем черный. Итак. В принципе, если не рассказывать о нем ничего, то покажется, что обычный кластер профайл, который мы уже давно презентовали. Те же самые вертикальный. Дистограмма горизонтальная. Вот. Но здесь немножко другая интерпретация графика. То есть, все 95% трейдеров, в том числе и я, привыкли анализировать график, который формируется относительно одинаковых временных интервалов. Да. Минутный интервал. Мы анализируем, где была цена за эту минуту. Да. Там, пятиминутный интервал. Популярная. Барт пять минут. Свеча в пять минут. Да. Там, пятнадцатиминутные. Часовики, там, дневные интервалы. То есть, здесь ограничение во времени. Интервальность. Там, примерно, одна минута. Но, в принципе, если так задуматься, а на самом деле это максимально эффективный вид отображения рыночной активности. Диаграмм, на самом деле, очень много разных. Есть вплоть до 3D диаграммы. То есть, в виде графика, ну, согласен, два параметра изменяется всего лишь, если просто график баровый следить. Но мы здесь добавили третий параметр – объем. то есть, это уже три переменные. Вот. И, ну, фактически, здесь отображается график бар формируется, исходя из указанных вами параметров. То есть, бар не будет формироваться, пока не будет выполнено условия по объему, по рейнджу, либо же по дельте. Изначально, ну, рейндж бар, чарт был уже до Wolfix, да, использовался трейдерами. Похожи крестики нолики. Но я, правда, их не изучал. Этот вид отображения данных по рынку. То есть, здесь, если выставлять, к примеру, определенный параметр, вы фактически задаете условия. Ну, вот стоит 10 000 контрактов объем, да, вот параметры. То есть, пока рынок не создаст оборот 10 000 контрактов, ну, зачем мне еще отображение какого-то движения вот этого рынка шум доживает. То есть, есть оборот, все, мне нужен оборот. То есть, я не работаю с мелким объемом. Мелкий объем не может создать сильные движения, правильно? Сейчас мы включим режим объем. Тут все практически по 10 тонн. Вот те, которые резко докинули еще трешечку. Ну, объем фактически у каждого бара одинаковый, но дельта, естественно, разная. Можно даже в процентах поставить, посмотреть, какие бывают сильные дисбалансы. Почти 50% перевес на стороне селлера. Обратите внимание, что здесь все бары. Вот период был только селлером. Контроль рынка за селлером. Вот массив. Вот здесь. Их потом все-таки защитили. Вот была защита. Видите? Вот здесь пошел ликвид на продажу. Рост, обратите внимание, абсолютно безмощный по сравнению с шортами. То есть уровень реакции, уровень защиты байеров. Здесь говорить сам за себя. И защита на повышенном дисбалансе на стороне селлера. Далее еще одна волна таких продавцов. И вот пытаются тормознуть. Вот видите, здесь уже на этом участке появляются такие покупки. Но пока вот без результата. Видите, здесь контроль байера еще слаб. Я до сих пор еще привыкаю, потому что ассоциация сразу какой-то интервал. Хочется посмотреть. Но на самом деле у них у каждого бара может быть час. То есть, к примеру, у вас стоит параметр 10 тонн, да? А новый бар не будет формироваться, пока тотал не будет в 10 тысяч контрактов. Ну, к примеру, там 5 минут. Через 5 минут оборот уже превысил 10 тысяч. Формировался следующий бар. Но этот бар, например, формировался там 2 часа. Потому что ликвидность резко упала по каким-то причинам. Либо на азиатской сессии. То есть, вы, ну, не то чтобы вычеркиваете, но вы как бы не особо обращаете внимание на вот эти все безобъемные какие-то движения рынка. Вас интересует конкретно десятка, либо же выше, да? Давайте поставим с 16 числа. На параметр поставим 100. Тысяч контрактов. По СНП. Если хотите, можем РТС еще вот так поюзать. Вот. То есть, здесь сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десятый. С начала контракта. Десятый только бар. Тотал 100 тонн. Теперь дельта. Всего лишь 14 тонн перевеса и какой динамик. Динамика сильная. То есть, может показаться, что это дневные сессии, но нет. Тут может быть пол сессии, может быть час, может быть два дня в одном баре. Поэтому первое время достаточно так сложновато адаптироваться. но качество отбора уровней намного лучше. Я хочу сказать, намного. К примеру, вы работаете там по price action. Ставим десять. Так, тиков сейчас ставим сорок. И, к примеру, вам нужны волатильные движения. Пожалуйста. То есть, пока рынок находится вот в таком боковике, там меньше сорока тиков, вам это не интересно. И, в принципе, правильно. Потому что, раз он находится в таком боковике, то нет крупного участника и нет кому расширять диапазон. А попасть в этот флэт, это уже некуда. Одни комиссионные только, ничего будут стоять. Поэтому, вот режим. Фактически вы ждете волатильность. То есть, вам нужна какая-то активность на рынке. И появляется, к примеру, новый бар. Вы ставите себе функцию сообщить о новом баре. И, как только доформируется сорок тиков, появятся первые-первые проблески нового бара. Вы сразу об этом знаете. Ну и режим дельта, конечно, песня. Давайте включим RTS. Сегодняшний день. Пусть будет происходить 50 и дельта. Чуть-чуть попроще поставим. Итак, условия, чтобы тотал в баре был дисбаланс на 3000 контрактов или в туристую сторону. Обратим внимание, что вот, чего-то здесь, бар формировался именно так. Именно на максимуме дня. Сто шестьдесят две тысячи контрактов. Пришлось разместить в баре, чтобы была дельта 3000 контрактов. Сейчас посмотрим на этой неделе. Так, ну, эту точку мы определили, да. Следующий уровень поддержки у нас вот здесь. Ну, я даже детально не описываю, почему. Потому что здесь фильтрация подсветки по объему. У нас уже и так параметр стоит дельта 3000. Так, вот здесь у нас. Вот уровень. Это трех, даже не трех, а захвата фактически. Модель объемная. Это первое размещение, второе, это уже третье. И уже. То есть никаких лишних маркеров, никаких лишних фильтров. Только, только по делу. Вот уровень, с ним работаем. Снизу кинули. Можно отображать бары в таком формате. Как с этим всем работать? Непосредственно с дельтой в рейндж бар чарте стратегии. С объемом. Это все на курсе по дельте. Ну и разработка торговой стратегии. Это все на курсе стратегии. Значит, рейндж бар чарт подключен у всех пакетов. Вы можете уже его прямо сейчас использовать. А если есть вопросы, то давайте создавайте. Дельта-серч. Вы про вот этот модуль, да? Дельта. Ну, это поисковик дельты не бидаск маркировки объема, а дельты арбитражной. Видите? Два поля тикер. Вы выбираете два тикера. Первый желательно базис, второй ведомый. Контракты настраиваете, волатильность, с какой даты, по какую. Какое время вам интересно образование дельты. То есть, именно непосредственно расхождение или исхождение вы тоже можете здесь выбирать. До какого времени должна пройти вторая дельта. И уровень дельты первой, уровень дельты второй. Не обязательно это может быть ноль. Да? То есть, это может быть и двадцать, и десять. Вот. Старт по времени. Если это, ну, такой позиционный арбитраж, то можно здесь и даты выставлять. И режим выбираете. Советую сильно, там, за год не выставлять параметры. Потому что каждый тик прорабатывает. Даже не одного инструмента, а сразу двух. То есть, тяжеловато будет. Поэтому по месяцу, по две-три недели, вот так будет оптимально пользоваться. Значит, колонки здесь. Время первой дельты. Когда она образовалась. Время второй дельты. Собственно. И сколько времени был активен арбитраж. То есть, там максимальная дельта. То есть, у вас арбитраж, к примеру, как здесь, пятьдесят. А могли быть ситуации сто восемьдесят, например. То есть, это не потолок. То есть, вам эта отклонка указывает, сколько может быть. Сколько было отклонения максимально. Время этой максимальной дельты. Чтобы вы могли ее найти, сравнить, проверить, протестировать. Минимальная дельта. А это с теми инструментами, которые не очень хорошо коррелируются. Время минимальной дельты. Дата, когда прошел арбитраж. И закрытие арбитража по дате. Так, ну что. Раз вопросов нет. Тогда. Будем прощаться. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok